Вот Саня все еще сомневается, что мы на рыбалку едем. Да, блин, я в шоке. Я не знаю, как его убедить. Вроде бы уже удочки сзади загрузили. Там не одна удочка. Вроде бы пиво с собой уже есть. А он все еще сомневается, что мы на рыбалку. А не верил он, потому что мы его из дома забрали с завязанными глазами и в наручниках. Это был чисто мужской сюрприз на день рождения. Приехали, шашлык начали жарить. Какое у нас озеро, да? Это мы рыбачим Польшу. Обалденное озеро. Чуть-чуть идем. Чисто мужская компания, без всяких заморочек. В Польше, 500 километров от дома. Тишина вокруг никого. Благодать. Природа классная. Погода прям как на заказ. Ну, чтобы не отдыхать. Так мы и поступили. Рыбалка, правда, была так себе. Но весь отдых был классный. Мы, конечно, не профессионалы, у которых оборудование на 50 или 100 тысяч евро, чтобы вытащить из воды 20-ти евровую рыбку. Конечно, это тоже интересно, но не за такую цену. Нам главное процесс. Что поймаем, то поймаем. Остальное время мы отдыхаем по-своему. Ну-ка, Саня, похвастайся, что у тебя там. Вот он наш улов. Одна за одной фига. Ну. А говорили, рыбы здесь нет. Это вам что, не рыба что ли? Погодка-благодать. О, сопротивляется как. О, вот это ловля. Поперла. Руки не снимаешь? Нет, давай. Все, пошел. Веслом подгребите ее. А, Алекс, немножко греби, Алекс. Капец, куда вы гребете, блин? Рыбаки ловили рыбу, а поймали пиво. Еще не поймали. Еще не поймали. Так, так, улов намечается. Еееее. Анастюбов, как вы kimseated уже говорили. Она уulfшит. Как вы complications. Капец. 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 Второй инопланетянин им управляет. На 350 метров поднимались. Раздолье, такую бы дачу, недалеко от дома. Продолжение следует... У молодежи появилась возможность научиться разжигать костер. А то многоэтажки такому не научишься. Следующим этапом обучения будет нанизывание мяса на шампуры. Не все сразу, надо постепенно обучение проходить. Костер долго упирался, но наконец-то разгорелся. А здесь уже и в мангале угли подходят. На огромной территории есть уголки нетронутой природы. А некоторые заядлые рыбаки все еще пытаются опустошить озеро. Сейчас гнется, аж не сломалось бы. Тормоза откройте. Ой, блин, блестит как. Вот он красавчик. Мне кажется, генди больше, чем она. Ну, все, рыбу не переловить. Как говорится, делу время, потехе час. Пора бы уже и поужинать. Я вам сейчас покажу обзор нашего жилья. Как мы устроились. Очень интересный дом. Разделен на две половины. С одной побольше, с другой поменьше. Всего хватает. Хотя в доме мы только ночевали. Остальное время все проводили на улице, на рыбалке. За жаркой шашлыка. Здесь все такое не супер-пупер там какое-то. Но очень даже комфортабельно. Для такого вот вида отдыха все есть. Больше, в принципе, ничего и не надо. Это там местная супер-пуперная автобанка. Переверяю. Располон. Бак, оп, она в плех вот этот, вот так, вот. Меня надо итиривать. Да, одевать, блядь. А нам нахуй вот так. Что ты про жену хотел сказать, Таша? Ну, такие золотые, блин, это капец, ма. Атя, смеет очень хорошо. Да? Я думаю, что только этот взрыв, что он так цирает, так... Это гайло. Прости, не знаю. И теперь просто брызу сальца. Женя, теперь ты, надо было картошку снять, иди сюда. Картошку тоже снимем. Добро, я думаю, мы шашлык сдаст. Он дан концов цацикки, сметанка. Смотри, офигеть, да? А Вова меня тут вон запалил все нафиг. Это молодежь био делает. А это по старинке вот здесь у нас внутри. Где она там, мы-то, может, не видно. А вон она. Саня Тойфель делает. Вон они там. Самое био получается. Как говорят немцы, у всего есть конец, только у колбасы есть два. А какой отдых вам по душе?